Мысли человеческие действительно являются истоком дел человеческих! Это точно! Это, конечно! Всё, что мы делаем, является ничто иным, как воплощением нашей мысли. Всё, что сделано, где мы сидим, стоим, что построено, вся техника, всё-всё-всё, что нас окружает и створение человека – это что такое? Это есть воплощение наших мыслей, наших человеческих мыслей! Один сделал вот такой стол, а другой – иной! Такой стол – иной! Такая-то архитектура – иная! Что это такое? Оказывается, всё это является порождением человеческой мысли, воплощением человеческой мысли! Воплощением мысли, исходящей откуда? С чего мы начали? Исходящей из сердца человеческого! То есть, этим самым... Теперь я скажу, открою секрет, что это за книга та старая, на которую я ссылался? Это Евангелие Иисуса Христа! А оказывается, что он говорит, что в зависимости от состояния нашего сердца, повторяю ещё раз, не органа, перекачивающего кровь, нет-нет, а сердце как органа чувств, в зависимости от его состояния порождаются соответствующие мысли, о каком состоянии идёт речь. И вот здесь мы подходим, пожалуй, к самому главному жизненному вопросу. В том же Евангелии мы читаем блаженный чистый сердцем. Ублажаются люди, у которых чистое сердце! Замечательно! Как много мы говорим об уме, о знаниях, об информации, об эрудиции, о культуре! Правда? А кто говорит о сердце? Как редко! Оно как раз является источником человеческой жизни! Оказывается, человек, если достигнет чистоты сердца, об этом поговорим, какой-то вот этой чистоты сердца, а оказывается, что дальше говорит Христос – блаженный чистый сердцем, ибо они Бога увидят! Что значит увидят? Речь вот не об этих глазах! Бог – это не какой-то предмет! Совсем нет! Увидят, значит, нечто, что по христианскому учению именуется! Именуется! Знаете, как Бог именуется? Это первичная красота! Это сама любовь! Кто бы не захотел увидеть это! Когда мы видим какую-то красивую картину, мы все шумим – посмотрите, посмотрите! Пойдите сюда! Как мы радуемся! Хотим, чтобы все увидели! Красота сама по себе, она пленяет человеческую душу и приносит человеку наслаждение! А любовь и говорить нечего! Ещё бы! Соприкоснуться с самой любовью, то есть с тем, кто действительно любит! Не любезные слова произносят, а действительно любит! Христианство ведь о чём говорит-то? Что Бог есть любовь! И какая любовь? Эта любовь показана и доказана крестом, на котором был распят Христос за людей! Чтобы показать людям, вот где истинный смысл жизни, вот где главное достоинство человека, вот где величие человеческой личности – в чём? В любви! И тем самым Евангелие говорит, что главное достоинство, главная красота в человеке – это достижение любви! Достижение любви! Какое? Да речь идёт не о романтике, конечно! Романтика мы же знаем – сегодня любят друг друга, не знаю как, а завтра уже разводятся, уже терпеть не могут! Вот вам и вся любовь! Недаром один из мыслителей так и назвал эту романтическую любовь переодетым эгоизмом! Я люблю другого человека до тех пор, пока он мне приносит удовольствие! Как только он меня задел чем-нибудь, я уже его не люблю! Слышите, какая любовь! Это как любовь к кошечку! Пока вы её гладите, она мяукает довольно! Как только против шерсти она вам вцепилась и зубами, и когтями! Хороша любовь! Изумительно! Христианство говорит о другом! Говорит о той любви, которую, если человек приобретёт, то он действительно любит всё! Всё! И всех! Почему? Приводится пример такой хороший, как солнце светит на кого? На добрых только, да? На праведников, да? Дождь идёт только на хороших людей, да? Ну, что вы! И на праведных, и на грешных, и на добрых, и на злых! Вот, оказывается, что такое любовь, когда она есть в человеке! Так и Бог – это есть та любовь, которая светит на всех! А ведь от чего больше всего мы страдаем? От отсутствия любви! И во мне её нет, и в других не вижу! Или любовь так – прилизанное только правило поведения! А где любовь? И вот вдруг мы слышим такую фразу – блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят, Бога, который есть любовь! Речь о какой-то чистоте сердца, того сердца, из которого, как мы уже говорили, исходят помышления, мысли человеческие! Следовательно, исходят и все дела человеческие! И сердце! Что такое чистота? Сердце, о которой говорит христианство! Очень простое это и очень сложное! Очень просто сказать и очень трудно достичь! Ну, представьте себе, что такое любовь! В любовь! Вот я увидел – кто-то сделал плохо! Мои знакомые! И я могу поступить как? Могу тут же сказать – вы слыхали? Чувствуете? Не слыхали? О! О! А можно не рассказать, зачем выдавать оплошность человека! Разве я хотел бы, чтобы обо мне рассказали всё плохое, что я сделаю? Наверное, нет! И вот мы слышим одну из первейших заповедей – поступай к другому человеку так, как ты хотел бы, чтобы поступали по отношению к тебе! Чистота сердца, видите, в чём состоит-то? Не осудить человека, а посочувствовать ему даже тогда, когда он делает очень нехорошие вещи! Если хотите, помолиться даже за этого человека, а не смешивать его с грязью, как это часто мы делаем! И, кстати, тем фактом, когда я кого-то, кого-то унижаю, кого-то осуждаю, что я делаю? Я показываю себя, какой я есть! Сколько грязи во мне, в моём сердце! Вместо того, чтобы проявить великодушие к человеку, я начинаю, как говорят себе, бельишко перебирать, с грязью смешивать, осуждать! И даже в голову не приходят! Вот, оказывается, какой я есть грязный какой человек! Разве мать будет рассказывать, которая любит хорошо своего ребёнка, о каких-то пакостях своего ребёнка? Да нет, скроет! А если даже будут говорить и рассказывать, она скажет – да нет, это вовсе не так! Это вовсе он сделал вот так! Слышите? Как защищает даже! Почему? Любовь! Блаженны чистые сердцем! Чистое сердце не будет другого унижать, не будет осуждать! Потому что что значит осуждение? Что значит осуждение? Это значит ничто иное! Посмотрите, насколько я выше его! Я бы такого никогда не сделал! Насколько я хорош! Представляете? Он обманщик! А я? А я? Так и хочется прикусить язык! А я никогда не обманываю! Ай-яй-яй! До чего я хорош! Слышите, какая гордыня звучит у меня, когда даже я осуждаю другого человека! И так во всём! Чистота сердца – это что такое? Это действительно любовь к другому человеку! Какая любовь? Ну, хотя бы начало любви! Не осуждай! Прояви великодушие! Не желай ему зла! Не завидуй! Вот оно, начало любви! Поступай справедливо по отношению к другому человеку! Вот это начало любви! Вот это, если хотите, начало чистого сердца! Как добиться этого?